Соперники беспомощно валяются на конвасе, а он триумфует, безжалостный, так называют одного из самых талантливых украинцев в ММА, Оскара Мажарова. Ему 25, из них 5 лет он выступает в Азии и собрал аудиторию в 200 тысяч подписчиков в Инстаграме. Он выступал в дивизионах Rebel FC, Fight Night и Bellator. Одержал 19 побед, большинство из них нокаутом и был буквально в шаге от UFC. Так как я не прошел в UFC, так как я последний бой проиграл в Титан FC, мне головы рассекли, мне комиссия штата за 5-ти драться в Америке 6 месяцев. И просто мало кто об этом знает, я это не публиковал нигде. То есть последний бой мне просто не повезло, хотя я готовился неплохо, скажем. И если бы я выиграл бы этот бой, я дрался бы еще один бой, третий бой. Я, возможно, подписал бы контракт с UFC, потому что там Доноват присутствовал на этом турнире. Мой соперник с командой Hard Knocks, все знают этот зал в Америке, в Майами, это самый крутой зал. Там тренируются Люк Рохаль, Камар Усман, Майкл Чембер, ну все бойцы, это очень крутой зал. Но не повезло, поэтому я на UFC не прошел. То есть, возможно, я бы подрался еще в апреле, если бы не коронавирус. В скором времени No Mercy, именно такой псевдоним себе выбрал Аскар, может подписать контракт с американскими промоутерами. Мне вчера звонили менеджеры с UFC, ребята, которые подписывают бойцов сейчас, и сказали, Аскар, сейчас подписывают полутяжей на июнь. Хочешь, я за тебя пообщаюсь, ты интересный боец, у тебя много боев, ты молодой, и тебя возьмут. Я говорю, слушай, мне нужно провести еще два боя местных моих, с кем я должен был подраться в России, в UFC организации. И я хотел бы вопрос закрыть с этим, потому что UFC все-таки лига серьезная. Мне бы не хотелось выйти и проиграть еще раз. Я должен чуть-чуть лучше подготовиться. В Америке много раскрученных и мощных бойцов, с которыми хочет встретиться Одессит. Именно UFC стала первой популярной лигой в мире, которая вышла из карантина. И тут же сразу сенсация. Мексиканский маньяк Фергюсон проиграл Гэджи. Смотрите, смотрите, о, мой бог. Счастливые удары, которые получили одного человека. Ну, это не обычный хумор, да? Да. Я имею в виду, в первом ряду, от каких-то страйков. Он взял чек. Давай, Гои. О, он очень плохо. Он очень плохо. О, он плохо. Они будут остановить борьбу. Это все. Частин Гейкс. Спортивный мир выходит из спячки из-за пандемии. И на выходных уже впервые прошли бои по UFC в дивизионе 249. И Тони Фергюсон неожиданно уступил в пятом раунде Гэджи и отправился в больницу. Следил ли ты за этими поединками? Что скажешь? Как тебе уровень спортсменов после такой паузы? Я специально утром проснулся посмотреть трансляцию, потому что, ну, мы все знаем, что Тони Балабол. Много любит разговаривать. Очень много. Наверное, он самый такой болтливый боец в UFC. Но я был, конечно, удивлен, потому что мы знаем, что уже шесть раз бой срывался с Хабибом у Тони. И это подтвердилось вот вчера, что реально бой не судьба у них. Но то, что, конечно, он подсдал Джастину, я вообще был в шоке, потому что я слышал каждый удар, наносящий Фергюсону. Потому что не было публики, не было зрителей, и я такой слышал тук, тук, тук по голове. На одних джепах просто он его бил, и Фергюсон просто очень много удара пропустил и не мог на ногах стоять. У него ноги уже начали просто подкашиваться. Сейчас Таиланд также постепенно выходит из карантина, но тренироваться приходится в спартанских условиях. Ведь залы еще закрыты, рассказывает Мажаров. На сегодняшний день карантин здесь до сих пор у нас присутствует, да, то есть его никто еще не отменил. Единственное, что только районы там пооткрывались некоторые, чтобы можно было ездить в другие районы, да. Но так залы до сих пор закрыты. Я тренируюсь на улице. Я прихожу к этому парню домой, у него там маты расстелены во дворе. Мы там боремся, спаррингуем, вот. На пробежке ходим, бегаем в горы, так чисто вот. Ну, хоть как-то подержать форму, вот. Гантели вообще я украл, зашел в спортзал, вообще вывез гантели, потому что реально мне бы их не дали. Ну, я их потом обратно привезу, что страшно. В какой ты сейчас форме вообще? Вот если, например, объявят сейчас возможность проводить уже турниры, будешь ли ты готов на 100% биться? Я думаю, что нет. Я бы так не рисковал. Вот моя ошибка в том, что я всегда соглашался на такие бои за неделю до боя. Из хобби спортсмен выбирает мотоциклы и еду. По татуировкам его сравнивают с Конором Макгрегором. У меня, получается, на шее нарисованы крылья, да, вот здесь. Крылья Победы? Да. Корона, получается, здесь нарисована с алмазом. Это типа то, что я, понял, то есть сам себе хозяин. На груди у меня, получается, нарисовано, нарисовано индейец, индейец, да? Это даже не индейец, это как майя, племя майя, с гориллы на голове. То есть это воин, который охотится. Это охотник. Здесь на плечах находятся факела с огнём. Это значит, что я отважный человек, что я охотник. Я захожу в клетку, я охочусь, я не жертва. То есть я охотник. Многие путают мою татуировку с Конором Макгрегором. У нас просто стиль похожий, как полдскул, но у нас разный вообще смысл татуировки. Разный. Мажаров говорит, что обладает кулаком Всевышнего. Он может отправить соперника в быстрый нокаут, чтобы тот не мучился долго. Последний сезон для него оказался не очень успешным. Было несколько поражений, но они сделали Аскара только сильнее. Теперь он уже жаждет новых побед. Дмитрий Богомолов, телеканал «Репортер». Продолжение следует...